Ford решил вернуть модель Explorer на европейский рынок. В продажу пойдет только подзаряжаемый гибрид, в основе которого лежит трехлитровый турбомотор серии EcoBoost. На чистом электричестве такой кроссовер может проехать 42 километра. В Европе за полноразмерный кроссовер будут просить минимум 76 тысяч евро. Цена удивляет, ведь за те же деньги европейцам доступен настоящий немецкий премиум, а точнее гибридные Audi Q7, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В качестве компенсации семиместный Ford предложит будущему владельцу трехзонный климат-контроль, 10-дюймовый экран медиасистемы, виртуальную приборную панель и акустику премиум-класса. Кроме того, Explorer'у положено множество электронных ассистентов и систем безопасности. Но помогут ли все эти уловки завлечь избалованных европейских клиентов, покажут результаты продаж. Марка Renault запланировала сокращение модельного ряда. Это станет ответом на прошлогодний кризис внутри компании, когда бренд впервые показал убытки. Первым претендентом на скорую отставку оказалось флагманское семейство «Талисман». Этой модели за пять лет конвейерной жизни так и не удалось бросить вызов ни Volkswagen Passat, ни Opel Insignia. Также французы готовы отказаться от «Эспаса». Между прочим, это был первый минивэн, вышедший на европейский рынок. Случилось это 36 лет назад. Renault Scenic расходится вроде бы неплохо, но тоже уступит место на конвейере другим машинам. Как удалось выяснить европейскому изданию Automotive News, взамен Renault планируют расширить гамму кроссоверов и электромобилей. Даймлер опубликовал отчетный видеоролик, который описывает перезапуск заводов концерна после эпидемии коронавируса. Отныне всем рабочим придется носить маски и соблюдать дистанцию. Зато попутно фирма пообещала показать нечто впечатляющее и высокотехнологичное. Это заявление было сделано на фоне прототипа S-класса нового поколения. Машина была лишь частично укрыта камуфляжем. Правда в сети уже появились несколько не очень качественных снимков будущего 223-го кузова. Притом на их основе фанаты изготовили пару весьма реалистичных рендеров.